Представился? ПКФРФ ПКФР интервью Меня зовут Тактытакты, сегодня я отвечу на все ваши вопросы Здравствуйте, меня зовут Паша И сегодня я отвечу на все ваши вопросы В ПКФРФФР Первый вопрос спрашивает Егор Черных Сколько времени ушло, уходит на создание своего стиля? Я не знаю, я никогда не думал об этом Просто тренировался, смотрел видосы, хотел повторить Потом надоело повторять и все Ну точнее как надоело повторять, просто пацаны стали Очень круто бомбить, я такой, не, я так не могу Надо что-то свое делать Хватит это терпеть А то все там, двухи, трехи, я так не умею Надо что-то свое Начал делать что-то свое, все-таки, о нормал, тоже Катя Следующий вопрос спрашивает Александр Чернов Как попал в команду Фарангов, давно ли ты там? В команду Фарангов я попал в 2012 году Но я ребят уже давно всех знал Я знал Джейсона уже 2009, Шона сдал А он потом там пришел, только говорит Давайте все вместе будем друзьями Ну блин, то не так, как такой команды, просто пацаны что-то делают И все, и снимаем видосы вместе И вам быстро спрашивают, как и когда пришел к паркуру Что именно этому поспособствовало И какие преграды были на пути к самосовершенствованию Пришел к паркуру я в 2006 году Ну я когда первый раз увидел, как чуваки прыгают Мне вообще не понравилось Они там в снег что-то прыгали, переды Я такой, что за фигня А потом один день я шел за сестрой в садик забирать мелкую И чувак от остановки автобусной делал задку Я такой, нифига, это же как в матрице И мне прям понравилось Я пришел домой, сестра говорит, сиди здесь И сам пошел, короче, на диван пробовать задку У меня такой, диван угловой был Я тоже такой разбегался Раз В итоге сломал диван Как и все, наверное, диваны ломают Следующий вопрос спрашивает Ник Спица, были ли серьезные травмы? Серьезных прям, чтобы в коме лежал не было Но я делал манки гейнер С маленькой высоты очень Сначала поделал, поделал, нормально сделал Ну, примерно, с высоты, короче Шеи А здесь Вот, то есть, манки гейнер Потом решил сделать в комбинации с переда Спал на плечо А у тебя же еще момент, где-то из клипа школы старый Мама, я тебя люблю А, ну там я... Нет, там на самом деле ничего не было Там просто я... У меня была шапка, капюшон Просто звук такой тупой был Потому что зима Турник холодный И еще серьезная травма Я на батуте прыгал Попробовал четыре винта Не получилось Вывихнул локоть Все, и такой с локтем И, короче, вот эта кость была вот здесь Ну, я потом приехал Мне в России все вправили Врачиха сказала, типа Ну, видно сразу травма новичка такая Кто на батуте прыгать не умеет Следующий вопрос Прошу, ты, Олег, завраженный Сколько лет тренируешься? Было ли желание забросить это все? Тренируешь уже 9 лет Желания забросить не было Потому что всегда пытаюсь делать что-то новое Просто не надоедает Я не так, что ты делаешь задку Постоянно делаешь, делаешь Потом передку делаешь Именно постоянно что-то ищешь для себя новое Когда находишь что-то новое, вдохновляешься И все Что-то новое пробуешь Это все по-другому Нет такого, что ты просто одно и то же Точишь, 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 точишь Когда неинтерес становится такой Блин, надо бы забросить Ну не забросить, просто надо что-то другое попробовать А я постоянно пробую что-то другое Просто так же в паркуре Следующий вопрос спрашивает Руслан Трахиров Знаешь, что ты молодых атлета с России И если да, то кого бы ты хотел отметить? Да, ребят с России я знаю почти всех Я думаю Ну, крутые ребята, не знаю Все, никого не хочется обидеть Ну, кого-нибудь отметим Кого-нибудь отметим Отметим мы, наверное, да Алексея Круга Который сидит за камерой Потому что я не могу его не отметить Прикал от, как прыгает Паша Котсуба Паша Иванов И Корниенко Вообще, Паша крутой Александр Горин спрашивает Почему не победил на Red Bull Потому что судьям не понравилось, как я прыгаю Я постараюсь в следующем году Посмотрим, ребят Это же не от меня зависит Если бы я решал, то я победил бы Сам себя судил Также там судьи есть Они такие Нам нравится, как ты прыгаешь Или нам не нравится На самом деле, ну, все Дима выступил нормально Прям навалил У него прям все было плавно Так, как я люблю Я просто не знаю, что там Короче, не знала шару Следующий вопрос спрашивает Руслан Чужинов Какой элемент был самым сложным для тебя? У меня прям история про самый сложный элемент Это был гейнер Очень хотел научиться Потому что увидел у Дэвида Бэля Он видос еще так приземлял Типа раз, такой побежал там на крыше Помнишь, было у меня? Олег делал тоже в своих видосах Ну, это я как бы сворслов И очень хотел гейнера научиться Потому что, как это так? Прыгаешь вперед, а делаешь сальт назад Ну, что-то нереальное Я думал, научусь гейнера вообще Типа, все, зазнаюсь Не буду с друзьями разговаривать Начинал вот так, типа, подходишь к краю Типа, вот так задку делаешь Потом выравниваешь, выравниваешь И когда до сюда доходишь Бежишь, такой, ща, ща, ща Подрываешь, такой Пролетел на пузо и проскользил Нормально И я пошел У нас, типа, такая, как речка И на ней стояли эти покрышки И я шел Тут два километра от моего дома Я шел, шел Короче, такой, думаю, все, сейчас сделаю воду Потому что, когда начал заниматься Зима была Я думаю, ну, сейчас летом точно сделаю воду Как бы не стрёмно Пришел на эти покрышки Раз пять прыгнул в спину И просто пришел домой, заплакал И все И я думал, что никогда не научусь этот элемент Но итоге Я даже сделал двойное Захар Прибылов спрашивает Готовишься носить Димитерсона на Red Bull В следующем году Димку-то, что ли? Ну, не знаю Надо тренироваться Он просто тренируется каждый день У него там жарко У него отдыхалка хорошая Человек живет в жаркой стране У него реально Он привык к этой погоде Ему просто дышать прикольно Я в Санторини приезжаю Я думаю, я здесь вообще не могу находиться Не знаю, сколько я еще отмазок придумаю Но как-то так, да Андрей Голубенков спрашивает Будет ли у фарангов тур по России Если нет, то почему? Джейсон говорил по этому поводу Они хотели сделать тур В Москве, по-моему, до Владивостока Или даже раньше-то начинается Но они почитали отзывы Не, мы не поедем, что-то Я говорю, ну я же по-русски говорю нормально Если что, вас не побьются Но они вроде там Ну, короче, может быть, будет Не знаю Было бы прикольно Димон Шильников спрашивает Что, на твой взгляд, изменилось в паркуре за последнее время? Дэвид Бэль постарел Немножко Ну, хотя он недавно побил себя на фейсбуке У меня сейчас миллион подписчиков Да, на фейсбуке Инстаграм появился, да Больше стало ребят, которые По семьякам начинал в 14 лет Я умел там Воллспин научился О, нифига, ты сделал Типа сальто еще И стенку потрогал Вообще нормально Сейчас как бы Не умеешь Там винты, блин Все они такие Че, сколько ты занимаешься? Уровень растет просто Когда мы начинали Не было Было там два видео Где Дэвид Бэль прыгает Сальто вперед Сальто вперед И вот гейнер А сейчас, конечно, начинает Пацан пришел заниматься Такой, включает какого-нибудь Не знаю Евгений высота Какого-то Влад высота Да, включает Выйдет Такой, о, нифига Так крутиться можно И все Следующий вопрос Спрашивает Игорь Габдрахимов Откуда появилась Веб-босс? Я когда у Джейсона Немножко жил В Германии У него брат мелкий И он как раз Стал популярным в интернете Типа, это Лайка-босс Типа, вот И в итоге в Санторини Приехали 2011 год Там ходили Постоянно Лайка-босс Лайка-босс Типа, вид тут крутой Типа, все Типа, живем как боссы Ну и в итоге Я выиграл И пацан такие Ну все, нормально Теперь Лайка-босс Это я не сам не с Россией Я родился в Латвии В Рашку я первый раз Приехал в 18 лет И когда Рашку После этого Сильно особо Я не покидал Всегда почти тут Периодически тусую Следующий вопрос Спрашивает Диса Сафоничев Паш, ты боролся Эрика Мухаммедшина? Боролся В плане Типа, борьба прям Нет Я же не борьбой занимаюсь Не боролся Не батлился Нет Хотя, можно как-нибудь Когда жить надоест Гоша Хеленти Спрашивает Как придумываешь новые фишки? Посмотрю очень много видосов Не обязательно паркуры Также брейкинг Можешь смотреть танцы Любые, там, балет Все такое Например, видишь Какую-то фишку Тебе понравилось Понимаешь, что Ну, как я это делал Понимаешь, что сложная фишка Надо под себя подбить Полегче сделать Либо наоборот Фишка какая-нибудь Видишь, легкая что-то Только надо, да, улучшить Как-то у меня так голова работает Что я все время пытаюсь Что-то найти Что-то придумать И очень хорошо себя ограничивать Допустим Мы тренили У нас была одна перилка Блин, и одно колесо И когда ты можешь Дофига чего сделать Там и на перилке И на колесе А когда у пацанов Залы офигенные Вот это все Они просто ленивые Становятся Они такие А, тут конь стоит Ну ладно Тут Яма Блин, яма что-то Плохая у нас яма У нас не было ямы У нас был песок Яма тебе ошибки прощает А как бы асфальт Особо не прощает Как бы там Если ошибился То все Лежи, отдыхай Попробовал Эрил в группировке Куда еще можно С турника можно его сделать От стенки можно его сделать Ну и просто везде Пробовал Сделал корт Ну и корт там Оттуда, отсюда Добавил там Руку, ногу Вот такое Максим Зюйска Достиг ли ты своего максимума? Ну максимум никогда Не будет достигнуться Мне кажется Я постараюсь достигнуть Но мне кажется Не достиг Потому что еще много Чего можно придумать Много чего можно сделать И когда тебе кажется Что ну все Все придумано Ничего еще не придумано На самом деле Очень много чего Было сделано до этого Просто мы не знаем Раньше же не было камеры Чуваки бомбили такое Что как бы По сути нам просто Надо что-то взять Что-то приклеить Друг друга Ну все уже было сделано Как мне кажется Просто не все было были сделаны в плане главной прокурой. Так, ну все, ребят, на сегодня все, как сказал Скита. ПК, ФР, РФ с вами прощается, я с вами прощаюсь, до новых встреч. Желаю всем успехов, чтобы вы достигли своего максимума.